Добрый день, Людмила Кузьминовична, для меня честь с вами познакомиться. И вот зрители моего канала посылают вам выражение любви, благодарности, искренне совершенно. И вопрос про химтрейлы у людей. Два вопроса сформировалось. Безопасно ли в принципе сжигать пластиковый мусор? И второй вопрос это про химтрейлы. Миф это или реальность? Если это реальность, то насколько она страшна? Спасибо за добрые слова. Химтрейлы это частный случай. У нас таких вредностей тьма. Естественно, они существуют, потому что мы уже много лет включены в программу открытого неба. По-моему, со времен формирования базы на Туше и Ульяновске. И поэтому мы не очень контролируем, что там на самолетах возят. Но я бы не сказала, что это самая главная опасность. У нас есть более серьезные опасности, которые нас убьют гораздо быстрее. Это климат, прежде всего, и мусор. Собственно, это вещи связанные, не связанные с тем, что мы, не подумав, я бы сказала, очень мягко, включились в рыночную экономику, в общество потребления. Нам вывихнули мозги. Мы решили, что доминанты денег – это самое главное. И пошли, так сказать, убивать себя, природу и все вокруг. Сейчас мы очень, она жалкая страна. У нас очень плохие перспективы. И с этим надо срочно что-то делать. Спасибо. У нас журналисты для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в стране в связи с проблемой утилизации мусора и высоко токсичных обходов. Вопрос очень важный, потому что все знают, что проблем с этим достаточно много. Поэтому здесь у нас сегодня участвует Феон Остребил, Кузьминичный, председатель комитета старт правил. Ивашов Леонид Григорьевич, у нас Академия президент генерал-политических проблем генерал-политов. И Медиченко Василий Александрович, общественное движение, федеральный совет, председатель. Ну, у нас будет так. Каждый из нас выступит в пределах 7-10 минут, а потом ваши вопросы, и мы ответим на ваши вопросы. Я представляю слово первой женщине, Леонид Григорьевич Медиченко. Так что, Леонид Григорьевич, пожалуйста, открывайте. Спасибо. Микрофон не надо? А, я из меня, сейчас меня не поставил. Филин Владимир Иванович, координатор постоянного действующего совещания Национальной Патриотической Силы России. Микрофон не надо? Мы благодарим всех, кто сюда пришел, потому что тема у нас сегодня исключительно важная, я бы сказала. Очень жесткая и горячая. Безусловно, в проблеме утилизации мусора у нас сейчас колоссальная непрешенность, потому что мусорная реформа пошла по очень странному пути для того, чтобы налаживать грамотную утилизацию мусора. У нас деньги были, как всегда, в какие-то коррумпированные каналы направлены, а выбран был самый дешевый путь утилизации, это открытые полигоны. Это совершенно беспрецедентная вещь, у меня в Европе таких полигонов практически нет, мы, как всегда, в каком-то архаичном состоянии куда-то опять валимся в Средневековье. Значит, естественно, это вызвало огромные протесты людей, потому что, вы знаете, мы им не можем объяснить какие-то экологические опасности, а мусор это то, что видно, это то, что видно глазами, это то, что пахнет, отравляет все вокруг и так далее. Совершенно беспрецедентная напряженность возникла вокруг свалок в Московской области, в разных регионах страны, но, так сказать, наиболее жесткой и острой точкой стал Шиес. Это станция в Архангельской области, где предполагалось соорудить самый крупный в Европе полигон, длиной 30 километров, шириной 1 километр, и туда предполагалось завозить более полумиллиона тонн в год, и причем эксплуатировать его более 20 лет. А там болото, и местные жители пришли в ужас, потому что из этих болот вытекает несколько рек. Там, во-первых, надо было вырубить огромное пространство леса. Что само по себе, в данной ситуации преступление. Мы сожгли в это лето 12 миллионов вектаров леса, и рубить даже одно дерево в этой ситуации очень проблематично, я бы сказала, преступно, потому что мы подбираемся к границе глобального потепления. Ой, извините, меня должна честно пропустить, да? Сейчас, я не могу, но он не знает, куда идти. Извините, да. Опасность экологическая, самая грозная опасность сейчас у нас глобальное потепление. И то, что мы сожгли столько леса, и продолжаем его рубить, это подхлестнет глобальное потепление, потому что леса, это поглотитель углекислого газа, который у нас на пределе. У нас 413 подпенели уже в атмосфере углекислого газа. Кроме того, занимать огромные пространства дикой природы под полигонной, это значит выводить их из круговорота жидкости воды, в частности, в природе. Дело в том, что испарение с природных участков и из тех, что захвачены техноцивилизацией, идет совершенно иначе, но еще раз подхлестывает глобальное потепление. Это первое, чем вреден мусор. Второе. Надо сказать, что мусор, который мы высыпаем просто на поляна, создаст дополнительные угрозы в связи с тем, что будет испарение свалочных газов и других отравляющих веществ. Дело в том, что мусор, если мы говорим о мусорной проблеме вообще, не следует думать, что мусор – проблема локальная, не следует думать, что вот Шиес так вот возбудился в какой-то локальной точке, и это что-то такое, кто-то умудрился сказать, что это региональный конфликт. Это не только нерегиональный конфликт, это даже не национальный конфликт, это геополитика, это международный конфликт, то, что происходит в Шиесе. Комитет СТАС сделал петицию по поводу ситуации в Шиесе, ее тут же перевели на английский язык, и австралийцы, которые ее перевели, они поместили там рядом карту Баренцева моря, пометили красным расстоянием до побережья и назвали петицию Баренцева моря в опасности. Дело в том, что то, что происходит в Шиесе, заразит весь район вот этот регион северных морей, естественно, скандинавские страны заденет, и мы будем иметь крупнейшие международные конфликты. Я хотела бы сказать, что мусор – это проблема системная, не локальная. Мусор у нас в таких количествах появился из-за того, что мы имели глупость 30 лет назад вписаться в систему дикого рынка, который регулируется только одним параметром – прибыль, нам подменили систему ценностей на доминанту денег, и мы рванулись к обществу потребления, которым и жив, собственно, вот этот текий рынок. Нужно сказать, что против Шиеса стоит не только правительство, я об этом еще отдельно скажу, а против Шиеса стоят международные финансовые структуры, которые управляют миром. Вот эти, так сказать, финансовый фашизм, как его называют сейчас в интернете, ему нужно, чтобы России была уготована роль пустого рынка и глобальные параметры. Ситуация в Шиесе показала такую вещь, которую, собственно, вы знали, тот угон, она проявила ее крайне ярко. Можно сформулировать коротко так? Нет такого государства Российская Федерация, потому что все государственные структуры абсолютно четко заняли позицию против протестантов, людей, которые протестуют на станции в Шиес, и они, по существу, грубо нарушали и Конституцию, и все правовые нормы, тогда как протестанты в Шиесе действуют на строго конституционном поле. Согласно Конституции каждый гражданин имеет право на безопасную окружающую среду. Интересно, что у нас государственные структуры совершенно охотно принялись исполнять заказы коммерческих структур. Дело в том, что Минприроды покорно продлило разрешение на складирование мусора на открытых полигонах еще на 4 года. Дело в том, что губернатор Архангельской области Орлов тут же покорно стал на сторону мусорных коммерсантов. Дело в том, что МВД Республики Коми тут же приняло сторону, тоже совершенно незаконно, неправомерно, сторону коммерческих структур, и все это вместе с полицией и ЧОПами принялось исполнять заказ частной структуры коммерческой, а именно полигона вот этого технопарга. Естественно, люди были поставлены совершенно в такие... Они были вытеснены, вытолкнуты из правового поля, хотя они много месяцев пытались обращаться к власти всех уровней, в суды, в прокуратуру и так далее, и везде они получили либо глухое молчание, либо отказ, а в конце, так сказать, по ходу развития событий они получали прямые репрессии, то есть их избивали, у них забирали эти повадки. Я хотела бы сказать, что шиес сегодня, это в высшей степени, так сказать, знаковая вещь. Дело в том, что по всему миру идут экологические протесты, вообще по факту зеленое движение в России и в мире становится одной из самых значительных, а может быть, самой значительной политической силой. Кроме шиеса в России семь лет героически сражается анти-никель в Воронеже, анти-Урран Курганской области, анти-ГОК Челябинской области, анти-могильник Красноярского края. Все это вместе образует, так сказать, экологический фронт России, но я должна сказать, что эти протесты очень слабые, единичные, локальные, тогда как мировое сообщество, осознав опасность проблемы климата и всеобщей смерти, гигантских масштабов, так сказать, организовало народные движения. Я хотела бы сказать о замечательной девочке шведской Грете Тунберг, которая до 4 миллионов выводит на Marshall Friday for Future, пьянную пятницу ради будущего, взрослое движение Extinction Reveillance, это бунт вымирающих. Я еще бы хотела сказать, что ШИИС, это по существу на зеленом поле защищает честь России, потому что в России нет ни зеленого движения, ни вменяемой зеленой партии, зато много экологических симуляторов, официальных экологических организаций, которые вообще никак здесь не представлены в этой истории с полигоном, совершенно беспрецедентной. Я бы еще хотела сказать, что ШИИС, по сути, сегодня это герои экологического фронта, и их надо поддержать всячески, потому что это проблема жизни. Это жизнь и проблема на земле. Они защищают жизнь на земле, тогда как у нас все властные структуры заняты землеубийцами. У нас по существу цивилизация землеубийц. Вот этот финансовый капитал, все эти олигархи, смотрите какие, нефтяные, золотые, алмазные, они все распухли на грабеже, на уничтожении планеты. И это наша цивилизация, она умирает. Мы живем вообще в состоянии умирающей цивилизации. Я бы хотела сказать, что ШИИС защищает, по сути, жизнь на земле, и это совершенно не громкие фразы. Я должна сказать, что, чтобы решить проблему ШИИСа, мы должны много чего предпринять для системных изменений. Я думаю, что для первого моего выступления я вот здесь. Нет, народа, не надо обольщаться. У нас есть биомасса, абсолютно задавленная нищетой, деморализованная, дезориентированная лживыми свиньями. Хуже того, надо менять структуру власти, а у нас не из кого делать, так сказать, верхние этажи. Про мусор, да, нужно утилизацию. Но мы захлебнемся в утилизации, потому что мы мусора каждый день и каждый год производим все больше и больше. Кроме того, утилизация крайне энергоемкий процесс, а у нас на земле, между прочим, сильный энергетический кризис, у нас кончаются все энергоносители. Итого, нам быстро надо уходить к изменению структуры власти. И для этого мы должны первое понять, с мусором есть только один способ бороться, его не надо производить. Никакая утилизация ничего не сделает. Даже мегасвалки в Калифорнии задыхаются, они в Филиппины везут, там их транспорт и заворачивают. А они обещают бомбить тех, кто не примет их гусор. Итого, мы должны, во-первых, у нас есть совершенно четкое понимание того, что должно быть, какой проект будущего. Это экоцивилизация. У комитета 100 больше 100 работ. Все прописано. Это социализм с приоритетом экологических норм. Это общество социальной справедливости, ибо несправедливое общество с природой не справится, не найдет общего языка с природой. Первое. Второе. У нас абсолютно негодная структура власти. У нас кто сверху стоит? Правительство. Президент вообще фигура личная. В нынешней информационной ситуации одна глава ни с чем не справится вообще. Во всем мире, и всегда так было, сверху должны стоять экспертные советы союза мудрецов и так далее. Экспертные советы по факту сегодня уже формируют мейнстрим на информационном поле. И я хочу сказать, нет у нас никаких лет, годов и так далее. Совершенно сенсационным было заявление климатологов-экспертов, которые сказали, что у нас буквально несколько лет из-за того, что климат мы загубили полностью. Кроме того, мы совершенно не проходим по воде. И в этом смысле абсолютно преступно вот то, что делается в Ширисе, загубленная вода. И далее, смотрите, что происходит. У нас в углове угла опять деньги. Мы восхваляем Китай. Только Диви может восхвалять экономический рост Китая. Потому что он делается за счет уничтожения экосистемы. Мы сделали и ролик, и статью. И сейчас этот ролик нам волонтеры сделали к нему китайские титры и отправят его на китайский интернет. Китай загубил абсолютно все. Он пойдет в Сибирь. У него нет никаких возможностей жить на своей территории. Это второе. Итого, мы создаем нормальную систему власти. Сверху экспертные советы, которые состоят из ученых, которые занимаются физикой Земли. Климатологи, глицеологи, геофизики, геохимики и так далее. Биологи. Их беспрекословное указание для сохранения планеты исполняет правительство. И не правительство, набранное из тех подковерных ребят клановых, которые сидят у нас нынче, а правительство, которое поднимется снизу от комитетов народного самоуправления, которое снизу даст нам таких людей, как ШИИС. Вот сегодня надо расформировать все Минприроды и позадить туда, где есть ШИИСа. И этого министра Минприроды вообще отдать под суд. Он то леса не разрешает тушить, то наоборот разрешает свалки. Вот это то, что мы сегодня должны понимать. Но в России нет сил с этим справиться. Я еще раз говорю, народ деморализован. Мы отправили, вышвырнули за рубеж 11 миллионов умных людей. Там ученые, айтишники и так далее. И поэтому мы видим выход в том, чтобы быстро и прочно сотрудничать со всеми международными организациями «зеленых». Сегодня по факту я сказала, «зеленые» определяют международную повестку. Уже мэр Будапешта «зеленый», уже в парламенте Австрии втрое увеличилось представительство «зеленых», и они будут формировать правительство. Комитет «Стар» работает с Гамбургским клубом, с Швецией, с Австралией, с Канадой, с Америкой. Дело в том, что мы должны... Вот «зеленые» всех стран объединяйтесь. Это первое. И второе. «Экологов» во власть. Вот то, что я хочу сказать. Но силой нашей должно быть только объединение. И, кстати, это покончить с войнами. Потому что воевать в нынешней ситуации, а также производить оружие, это значит, вот те 20 лет, которые нам дают климатологи, или 15, это же вообще все загубить. Не соглашусь с Василием Александровичем по поводу молодых. У нас нет молодого поколения. Просто нет физически. У них иммунный статус хуже, чем у стариков. Только что пришла экспертиза Всемирной организации здравоохранения. Миллениалы, родившиеся на рубеже столетий, проживут коротенькую жизнь, умрут очень рано и быстро, и проживут свою жизнь в жутких болезнях. Мы убили детей. Дети отвечают за нашу глупость, трусость и непонимание, что такое экология, и что землю надо беречь. Вот теперь я все сказала. Поэтому все возрасты собираем вместе, все нации собираем вместе, последних умных, которые остались на земле. Потому что плохая экология уничтожает нервную систему. У нас мозг не работает. Мы все дебилы, и наши дети дебилы. Не потому что их плохо учат, потому что мы сейчас вот всю секунду заглатываем СО2, и по нашим жилам течет угольная кислота. Мы все кислые, мы все уроды. У нас разрушен мозг полностью. И, кстати, олигархам бежать некуда. Вот они этого никак не поймут. После этого процесса будет где-то в пределах 650 метров на глубине будет радиоактивное озеро. То есть это озеро, по сути, просто отравит воду в ближайших регионах стран. То есть люди будут пить, как уже пьют в Воронежской области радиоактивное воду. Это говорит о том, что, в общем-то, это преступление. Это реальные преступления, которые сегодня совершают власть, которые сегодня покрывают эти все дела. И соответствующие... Ну, я думаю, что все видят, как силовые структуры теперь уже бороют не суммами, а десятками, сотнями, а то и тоннами. Большинство, да? Да, тоннами уже денег. Но до чего же мы дошли? До какого уровня? То, что Торы сейчас, я еще раз хочу вернуться, это, по сути дела, ползущий развал страны. 200 Торов, а планируется 400 Торов, они как раз будут способствовать тому, чтобы передать плавно непосредственно территорию Российской Федерации, Японии, Китая. У нас сегодня на тех рубежах, где у Востока 6 миллионов проживает, а китайцев там находится, 100 миллионов человек. Есть разница? У нас откуда люди уезжают, потому что нет работы, а китайцам дают работу. То есть, все делается для того, чтобы развалить, разорвать страну на 20-30 различных, маленьких, на собственных государствах. То же самое, что произошло в Советском Союзе сейчас. Была мощная держава, сейчас стала Российская Федерация, еще ряд, так сказать, государств, которые сегодня, кто в НАТО, а кто, так сказать, кому свойственно самостоятельно работать. То есть, мы сегодня готовы включиться в процесс изменения на региональном уровне. Мы на федеральном, но давайте на региональном тоже принимаем. И вот мы обращаемся к людям, возле СНПСР, что мы сейчас включили в процесс того, чтобы требовать от депутатов, которые вроде как выбрал народ, их обязанности, которые они должны делать, а именно, они должны создавать все условия нормальные для тех регионов, которые как бы избрали. Задача наша стоит в том, что если они этого не делают, создавать, соответственно, советы, ну, как раньше говорили, народные советы, советы, которые будут действительно действовать в интересах региона. Уже такие примеры есть. Уже есть такие примеры. Поэтому вот с этим мы обращаемся. Я думаю, что, наверное, люди должны подумать, включить мозги и поддерживать, потому что это будущее нас, будущее страны, будущее наше. сравнительного анализа и западной демократии, и Советский Союз, Российской империи, вот, беря для сравнения, ну, я сделаю вывод, два, первое, что никогда более подлого режима, продажного режима, который, вот, сразу все, как он отдает фито руки, в истории нашего отечества, не было. И второй вывод, что сегодня, сегодня, нынешняя власть, режим, как угодно, это диктатура криминально-фашистского типа. И поэтому, Владимир Иванович, уважаю, вот, все решения, которые, я понимаю, принимались, для меня, вот, это эпичный, в отставку там, на Колыму, и дальше, два, видно, наказания могут быть. Два вида наказания, или какие-то другие. За преступление нужно отвечать. Помните, фильм, он только вчера закончился на телеканале Культура, вор должен быть в тюрьме. Вот, такой должен быть подход. Подход. Но, есть еще один момент. Хорошо, они, когда прижмет, они уйдут в отставку. Ну, тот же президент, и так далее. Ну, посмотрите, за бегущей новостной строкой, вот, по России, 24 саду. А кто сегодня, вообще, управляет, всеми процессами, в России? Посмотрите, Путин, вот, там, Брикс поехал, да, вот, говорят, там, полземного шара облетел, и так далее, на заседание группы стран Брикс, но, вот, я комсомол выписываю, читаю, и там, в конце, в составе делегации Российской Федерации 10-60 крупнейших тысяч мест. Посмотрите, что в Саудовской Аравии, да, там, почет, все обсуждали, даже силе затронули, а потом подписано контрактом на столько филиалов. И везде так. И Путин сегодня, вот, его гонярию, и он обслуживает вот этот крупный регионат. Везде только подписывают там компания, подписывают контракт, но не сам подписывают, а эти подписывают. Так что, и посмотрите, вот, медведи, вот, кто может мне сказать, что первое лицо у нас сегодня, что касается внутренней жизни, это Путин. Вот, медведи, полетел сейчас туда, на восток, в Сибирь, полетел, а потом, срочно здесь, ставит, спецпоезд правительственный, и направили, он сейчас там на поезд, он идет к нам, он принимает все вот эти экономические решения, и опять же, в курсе вот этого олигархата. Так что, вот здесь нам тоже нужно задуматься. И уедут с деньгами, естественно, с золотым запасом нашим, вот, переведут за много времени его туда, в щек, остаемся мы. Что делать завтра? И вот задача, я считаю, интеллекта России, слава Богу, он сохранился, пусть и в Академии наук, вот, он сохранился. Сделать вот этот проект, и нашим стратегам нужно делать, что делать на второй день после устам замены фашистско-криминальной диктатуры, криминальной фашистской диктатуры, диктатурой народа. Без этого ничего. Что делать будет народная диктатура в лице Совета, в таком, первый день, второй день, и так далее, что примем в социализм, или там капиталистический рынок, и так далее. Вот, и да, в чем. Что нас разъединяет? Потому что у каждого было свой проект. Тоже единый проект. И основанный на нашей национальной народной идее. Спасибо. Его словать нельзя. Постаринных. Поэтому давайте максимально сделаем все, чтобы все-таки отстоять ШС. Я понимаю, что таких ШСов может быть много, но на это сейчас должны быть направлены все. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем, поддержать ШС всем тем, чем можно. Потом мы дадим еще слово. Так, пожалуйста, вопросы какие у вас есть? У кого? господин, спасибо. Продолжение следует...